И теперь подробнее о работе наших саперов на освобожденных территориях Украины. Опасных находок очень много. Действовать нужно четко, быстро и с ледяным спокойствием. Так и справляются с самыми сложными задачами. Например, когда часть снаряда уже глубоко в земле, а часть наружи. Буквально нашпигована боеприпасами и брошенная техника националистов. В репортаже Алексея Иванова все тонкости работы наших специалистов. Взрыв посреди распаханного поля и очередной неразорвавшийся снаряд уже не опасен. Так работают саперы инженерной бригады Южного военного округа. На освобожденной от неонацистов территории Украины они находят и уничтожают мины, гранаты и уцелевшие боеприпасы. Гидро, обнаружен реактивный снаряд. Уничтожение на месте. Головная часть от реактивного снаряда системы «Ураган» вошла глубоко в землю. Снаружи торчит только кассетная часть. Выкопать и отвезти на полигон не получится. Взрывать надо на месте. Разминирование проводят бойцы инженерного подразделения, все позывные у которых из греческой мифологии. Гидро, я Ахиллес. Производство взрыва готов. Последовательность действий четко отработана. Огнепроводный шнур подцеплен к взрывчатке. Сапер с позывным «Ахиллес» выдергивает чеку на воспламенителе. Спокойствие у бойца железное. Во время таких ответственных манипуляций даже что-то напивает. Пяти минут, пока дымится шнур, достаточно, чтобы отойти на безопасное расстояние. Вот это один из многочисленных танков, которые ВСУ бросили во время отступления. Т-72 находится на трассе возле Мелитополя. Изначально танк вообще стоял на этой полосе и мешал движению. Его немного сдвинули. Внутри у него нет аккумуляторной батареи, но есть полный боекомплект. Это выяснилось, когда танк осматривали наши саперы. Под башней смертоносный заряд, осколочно-фугасные, кумулятивные снаряды пробивают броню. Саперы могут подорвать их вместе с танком, но тогда трасса будет разрушена. Подающая лента повреждена, тем самым нашим саперам затруднено вытащить весь боекомплект. В данном случае необходимо вызвать ремонтную аукционную службу для того, чтобы зацепить этот танк и утащить непосредственно уже на полигон для дальнейшего уничтожения. Заметив эту брошенную БМП, тактическая инженерная группа сначала проводит разведку. С помощью металлоискателей метр за метром саперы проверяют территорию. Да и сама бронемашина может быть заминирована. Снаружи все чисто, а вот внутри нет. Вот эту вот украинскую боевую машину пехоты с характерной пиксельной окраской наши военные обнаружили на краю поля уже засеянного пшеницы. Машина абсолютно целая, но технически неисправно видно потеки масла. А внутри саперы обнаружили целый боекомплект. Вот такие противотанковые гранаты. Здесь их целый арсенал, около 40 штук. Военные их аккуратно вынимают и складывают для того, чтобы после уничтожить. Именно для мирных жителей это очень опасно, потому что возможности работы диверсионных групп подтверждают, что они могут этот же боеприпас использовать для фугасов, для самодельных взрывных устройств. Снаряды решено уничтожить на месте накладными зарядами. Взрыв обещает быть громким, так что саперы и журналисты отходят как можно дальше. Вот так на воздух взлетает весь боекомплект этой БМП. Взрыв направленный, осколки летят в поле. Выходных у этой инженерной бригады не бывает. Задача военнослужащих обезвредить на мирной территории все опасные находки, чтобы они уже точно никому не причинили вреда. Алексей Иванов, Олегин Стуканок, Первый канал, Запорожье, Украина.